Всем привет, вы находитесь на канале FastGoverTV, мы с вами продолжаем, я не придумал название, Repetilder 3, короче, у нас проблемы со школой, и, судя по всему, у Алекса они останутся, и никакую нормальную оценку он не получит, я всё сделал, всё, что мог, я не знаю, где найти нормального репетитора, можно попробовать ещё раз, когда теперь уже заселилась мадам, сходить к старушке, Может быть, теперь в квартире она захочет поговорить об этом, потому что она даже не... ничего не могу ей с ней сделать, рада вас видеть, да, то есть спросить её про репетиторство я не могу, кого, как, убедить, вообще, зачем, не понимаю, короче, как это сделать, грустно, но такое бывает, увы, нужно позвонить Мюллеру, мы подняли флаг Набираем номер Алло Это я О, Шварц, я слушаю Флаг министерства поднят Чудесно, Шварц Вы заслужили своей стране большую службу И всё У нас больше нет заданий, поздравляю Ну, единственное, что мы ещё можем сгонять в министерство Или у нас есть ещё 6 часов, чтобы разобраться с репетерством То, чего я сделать просто не могу Просто не могу этого сделать Как же так? Нет, мы можем ещё выселить мадам Юлию Как бы, что, чем ей тут заниматься-то, да, действительно Чё тут она со своим сахаром, значит, приезжает ко мне Непонятно Поэтому можно от неё избавиться Потому что сахар у нас тоже, как бы, запрещён по директиве Сахар по директиве Второй, вторая директива Прощайте, Юлия Было приятно Опа Как это было? Прямо сейчас? 2 минуты 43 секунды Там был какой-то квест Значит, мы Значит, нет, этого мы не делаем Я не могу двигаться Я не могу двигаться мышкой Ну и чё это такое? Отпусти Отпусти меня, игра! Я понял Через главное меню давайте выйдем То есть, вот, видишь, оказывается, если появляется какой-то квест Только не говори, что оно вообще сломалось навсегда Чё, серьёзно? Ну я не могу ни камеру отдалить, ничего не могу сделать вообще Интересная багуля А это и с любой загрузкой работает? Хе-е Хе-е 6-3-32 6-2 Ну 5-35 давно было Блин, серьёзно? А у меня другого сохранения нет! Оно просто не работает А если игру перезапустить? Починилось Так, мы её ещё не сдали, надеюсь, здесь В этом сохранении А, да, не сдали А, нет, к ней идут! Всё-таки не сохранили Но, в любом случае, я могу загрузиться сюда Либо сейчас оно будет просто... Да, оно просто будет работать К ней же не идут? К ней не идут, слава богу Хорошо, всё, теперь мы знаем, что если мы теряем квест с персонажем То это сразу пишется на экране Это, кстати, удобно Это очень удобно Брат Я тебя... Просто терпеть Вот-вот от него бы избавиться Я с удовольствием Я даже никак зашантажировать его не могу Может, могу, кстати Я могу конкретно его зашантажировать Только если я буквально найду у него что-то на шантаж Надо выходить Так, пять часов, пять часов Все спят Тут ничего нет Ещё проблема со семьёй Тоже не с кем об этом разговаривать толком Хм Хм-хм-хм Хоть глянем на новый офис Хоть что-то хорошее Нас же повысили Кстати, привратник Говорит, здравствуйте Смотри, у нас есть теперь камеры второго уровня Да я предлагаю... Предлагаю, да, купить Давайте вот так и вот так В любом случае что-то заработаем Проверим, как эта камера вообще отличается И чем она отличается Письмо для Вильгема Бюргера А мне всё-таки нужно этим заниматься Серьёзно? Серьёзно? Так, этот кабинет больше не мой Ну и нам на первом этаже делать больше нечего Мы можем выселить одного товарища из жизни здесь А чё, дверь открыта некоторая А, они не открыты Ну вот тут теперь я ошиваюсь Ну тут, короче, просто комп в итоге стоит Без ничего Угу Понятно О, это, кстати, вам письмо есть Её, говорит, всё с ней на службе, чел Ты на службе, блин У меня для вас письмо, господин Вюргер Кажется, тут только фамилия нацарапана Обратного адреса нет Спасибо, господин Шварц Хоть какой-то лучик надежды Здравствуйте, коллеги Теперь работаю с вами на одном этаже Угадайте почему Просто имейте в виду, что если вы меня выбесите, то с вами произойдёт то же самое Четыре офиса здесь А сколько офисов выше? Вот смотри На четвёртом тоже четыре человека Эрнст, Гюнтер, Мириэм, Штокер и Эмма Грюндинг Не, ну вот сюда попасть, мне кажется, невозможно Это просто руководители Ну да, задание провальное, что поделать Давайте пообщаемся, что ли Добрый день, меня зовут Фрэнк Шварц Сначала фамилия, потом имя Что, простите? Согласно пункту 14, руководство по продуктивным взаимодействиям в рабочем коллективе При знакомстве сотрудник в рабочем Господи, сотрудник министерства должен сначала представиться по фамилии, затем по имени Рюкерт, Филипп, с кем имею честь? Шварц, Фрэнк Хорошо, это мы прояснили Признаю, многие мои коллеги в последнее время преступно пренебрегают уставыми инструкциями нашего великого министерства Но это не повод им подражать Хорошо, я понял Я просто хотел спросить, как ваши дела Должен сообщить вам, что согласно пункту 7 руководства о квалифицированном труде вы сейчас не на перерыве Извините? Параграф 80 из книги великого вождя гласит, что в диалоге следует раскрывать свои намерения Я ведь только что поинтересовался, как у вас дела Если я правильно помню пункт 45, руководство по продуктивным взаимодействиям в рабочем коллективе, данный вопрос допустим Дела у меня идут хорошо, господин Шварц Приемлемым образом Ответом, согласно руководству, будет цитирую, спасибо, что спросили Не за что у вас удивительная памятная инструкция Согласен, дома я ежедневно просматриваю свою коллекцию книг великого вождя И каждый вечер я прочитываю и заучиваю очередную главу из этих брошюр руководству сборников правил Звучит увлекательно О, господин Шварц, наш главный союз не достиг бы своего величия без всяких этих замечательных правил и положений Как скажете, господин Рюкерт А что у меня, с Мюллером можно разговаривать уже? А, опять этот Это, кстати, Ивон Силлерс Это женщина все-таки? Голос женский Стоять, а зачем пришли? Я просто хотел спросить, как вы поживаете? Не мямльте, Шварц, говорите быстрее Как ваши дела? Есть что рассказать интересного? А, это мы уже с ней обсуждали Ясно Тот же самое дело Я думал, что это изменится Как нам тут Мюллер работает? А, нет Добрый день, хотел представиться, я Фрэнк Шварц А, новичок, добро пожаловать Я Армин Крайнард Приятно познакомиться Вы работаете в отделе реформ, не так ли? Все верно, это моя страсть Я смотрю, вы уже сориентировались на новом месте? Если я чему-то и научился у своих родителей, так это тому, что осведомленность залог уверенности Приятно встретить в министерстве еще одного семьянина Родителей нужно уважать, пока они с вами Воистину, господин Крайнард Похоже, семья для вас очень важна, как поживают ваши близкие? Знаете, господин Шварц, я уже какое-то время ухаживаю за своим больным отцом Никогда еще так явно не ощущал скоротичность жизни Прекрасно вас понимаю, обычно люди это осознают, когда уже поздно Мы понимаем, как драгоценно время, когда оно заканчивается А где Мюллер? Томас Блин, я могу от него избавиться, но он все еще выше меня Но я, по идее, могу же от него избавиться У меня же есть на него все еще инфа? Нет Потому что я ее уже отправил Ясно А почему мне никто не звонит? Ничего не происходит Никто не хочет ничего рассказать, но улы, полагаю Угу Ну в министерстве делать тогда нечего Тогда пошлите домой Либо ждать звонка, либо искать какие-то задания Чего? Опять? Что? Почему ему опять пришло письмо? Вам снова письмо, господин Вюргер? Никогда не видел таких марок Я вам верю Спасибо Что за... Что происходит? Опять? Нет Усиленный отмычка Отмычка усиленный Возможно, как раз работает квест с работницей в банке С очень страшной фамилией Узнайте больше о Герхарде Гюнселе Где узнать? От кого узнать? О! А, вот у старушки пил задание Давай Хоть кто-то Можно кому камеру поставить? Хочу посмотреть А, ну можно на первый этаж Сейчас Ну-ка, а ты? Не хочет общаться Реформа Снять 120 часов Снять 120 часов Сейчас подождут Эти вот телефонные разговоры Чё это такое? О, Серьёзно? Серьезно? Серьезно? Мы это переиграем. Мы это переиграем. И я опять не могу двигаться. Так, этот сохранение? Вроде это сохранение. Так, нельзя. Да, блин, да что ж такое? Вот как вот? Я не пользовался просто, понимаешь? Я не пользовался киоском очень долгое время. Там все это время лежала книга, оказывается. Но репетитору, конечно, это все еще не поможет. У нас хотя бы есть книга. Книга вот эта. Так, ну может хоть как-то. Ну хоть как-то ему это поможет. Только где он теперь? Алекс? Ты, Алекс? Ты, Алекс? Вот учебник по грамматике. Смотри, Алекс, я достал для тебя учебник основы барейской грамматики. Спасибо, отец. Тяню заботу, но я же говорил, что мне нужен репетитор. От учебника толку не будет. Мне нужен кто-то, кто сможет объяснить понятно и позаниматься со мной. Найдешь мне учителя? Ну, конечно. Спасибо, отец. Я пытаюсь. Ну может теперь этот придурок... Стой! Я тебе книгу дам! Ну что это за идиотизм? Ну, видимо, просто репетитор, которого бы мы нашли, он бы сказал, что, типа, давайте, нужна книга. Ну это такой бред. Это же просто бред. Не, тогда я точно не знаю. Четыре часа. Четыре часа, четыре часа. Вот это муж бы... Мне кажется, что вот, может, у этих что-то сломалось. Должен быть какой-то квест, который не происходит, и там муж бы ее вернулся как-то, я не знаю. Ну да, сейчас купим камеру. Пакенуду. И письма повторно зададим. Тихо. А теперь для Сибилы. Странно. Ну просто так работает, ну окей. Видимо, это та самая рутинная хрень, которую я делаю и не делаю, а разницы никакой. А, Эрнт же выше работает. Почему-то я подумал, что он на третьем, а он на четвертом же. Точно. Точно, точно, точно. Но все работники практически, они просто балванчики, с ними даже толком взаимодействовать нельзя. Так просто иногда говорят с ними поговорить. А чё квест не хочет работать? Ну сорян, Александр, я вообще все сделал, что мог. Не понимаю, в чем логика. Ну вот, то есть я поставил камеру второго уровня, все еще здесь как бы все видно. Или может видно, как будто бы чуть больше, что ли? Чё, подожди. Может она показывает, типа, часть еще соседней комнаты? И тогда не надо ставить. Ну, непонятно. Честно говоря, непонятно. Здесь тоже же я вижу ту часть. Странно так стоять, стоять, стоять. Госпитин Шварц, позвольте вас побеспокоить. Мне неловко обращаться с такими вещами к моему знакомым людям, но... Вы ведь работаете в министерстве? Все верно, я выполняю там самые важные задачи. А что такое, вам нужен какой-то бланк? Я... мне ужасно стыдно напрягать вас подобным. Не надо смущаться, госпожа Харшбергер. Я, в общем, встретила одного парня, я была так влюблена. А он, увы, не слишком. Через три месяца он скрылся в туман. К несчастью, он оставил меня с проблемой. Он что, обманом выманил у вас деньги? Я... я беременна. А-а-а. Мне нельзя оставлять этого ребенка, господин Шварц. Но почему же? Если об этом узнают начальство в банке, меня уволят. В моей анкете указано, что я не замужем. Значит, я потеряю льготы на жилье. И тогда мы с ребенком окажемся на улице. Я этого не выдержу, представляете, как на меня люди смотреть будут? Точно как вы сейчас, строго с осуждением, будто я шлюха какая-то. Будто я одна виновата в своем положении. Ну, строго говоря, вы сами закрутили отношения с этим мужчиной вне брака. И что, в конце концов, он ведь сделал то же самое, разве нет? Но ему не приходится терпеть косые взгляды. Он может жить дальше, как ни в чем не бывало. По-вашему, это справедливо? Ну, чем я могу вам помочь, госпожа Харшбергер? В министерстве ведь наверняка есть список врачей, подозреваемых в проведении незаконных абортов, да? Вы не могли бы достать имя и адрес врача, который был бы готов мне помочь? Естественно, подобные подозрения фиксируют. Мне нужно имя врача, который сможет прервать беременность. Вы точно этого хотите? На кону моя жизнь, господин Шварц. Я пойму, если вы не захотите мне помогать, вы ведь меня едва знаете. Но если вы все же согласитесь, я буду вам бесконечно благодарна. Я попробую найти для вас врача в базе данных министерства. Спасибо, господин Шварц. Понимаю, что это непростая просьба. Будьте осторожны. Ага. Ну да, девицам тут не место. А я ее выселил сразу. Просто почти, как только появилась возможность. О, другой молодой человек. Я вся разбита. Мой телефон сломан. Как я могу так называть свою дочь? Что если ей нужно связаться со мной? А, как я могу, наверное, связаться с дочерью? А если это срочно? Например, чрезвычайная ситуация. Пожалуйста, пожалуйста, мистер Шварц. Пожалуйста, помогите мне снова заставить телефон работать. Возможно, я смогу помочь вам, миссис Пинкерт. Молодой человек, вы просто находка. Большое спасибо. Мне просто нужны инструменты. Я могу починить его сам. Вы уверены, что хотите сделать это сами, как женщина? Ой, прекрати сейчас же. Женщины моего поколения неплохо научились обходиться без мужчин. И у вас так много дел. Просто принятите мне инструменты, хорошо, господин Шварц? Окей. Сейчас она его доломает. На счет инструментов, которые вы просили меня принести вам. У вас есть такие? Это было бы замечательно. Вот некоторые инструменты. О, спасибо, молодой человек. Ты сокровище. Это не было ничего. Теперь мне осталось выяснить, как исправить это с помощью этого. Хотите, я сделаю это для вас? Да ладно, в моей жизни происходит много других вещей. И тогда я наконец-то смогу снова позвонить своей дочери. О, я так счастлива. Могу я спросить, где находится ваша дочь, если с ней можно связаться только по телефону? Знаешь, она далеко, скажем так, далеко, если вы понимаете, о чем я, молодой человек. Только не говорите мне, что ваша дочь скрылась в Федерации Штатов. Да, два года назад она поехала в Федерацию по рабочей визе, осталась там. Я очень скучаю по ней. Надеюсь, вы оставите эту информацию при себе, молодой человек. Конечно, ваш секрет в безопасности со мной. Или нет? Дочь сбежала, а она поддерживает с ней связь, а это нельзя делать по закону. Ну, есть директива, которая запрещает общаться с, типа там, что-то с жителями других федераций. И как быть? Вот каждый раз появляется этот вопрос, а как быть? Ну как вот быть? Просто как? Такая дебильная ситуация. А кто у нас может заниматься врачами? Надо кого-то спрашивать. Я надеюсь, она не вышла на обед, господи. Слава богу. Кто-то на третьем, скорее всего. Так, письмо забирай, увесистый конверт. Фрэнк Шварц, у аппарата. Шварц, это я. Госпожа Альтман, а куда делся господин Мюллер? Никаких имен, Шварц. Дальнейший вопрос вы будете обсуждать со мной. Ясно? Конечно. Хорошо. У меня для вас задание. Кто-то в министерстве работает над реформой, которая может расшатать самую основу нашего государства. Вот как и кто же. Это вам и предстоит выяснить, Шварц? Понимаю. А чего касается эта реформа? Это вы тоже разузнаете. Это имеет первостепенное значение. Уделите особое внимание сотрудникам отделов 2 и 3. Мой информант убежден, что замешан кто-то из этих двух отделов. Нужно узнать, кто в этих отделах наши враги. Враги? Я думаю, мы все работаем на благородины великого вождя. Большая часть – да. Мы должны всегда держать ухо востро. Некоторые проекты реформ заходят слишком далеко, Шварц. Нужно внимательно следить за тем, где мы допускаем изменения и кто за ними стоит. Иностранные террористические группировки хотят разрушить наш порядок. И некоторые в министерстве им даже в этом помогают. Но поверьте мне, мы упечем их всех за решетку. Мы – это кто? Такие люди, как мы с вами, Шварц. Люди, которые видят, в какую гротескную пародию превращается наше государство. Люди, готовые сражаться за отечество. А что мне делать, если коллеги не захотят рассказывать, над чем работают? Наплетите им чего-нибудь, скажите, что проводите внутренний опрос. Придумайте что-нибудь. Если появится информация, мой номер у вас есть. И еще, Шварц? Да. Вам же будет лучше, если вы добьетесь результатов, ясно? Кристально. Все будет сделано к вашему полному удовлетворению. Хм. Ну, логично, что это кто-то с этажа 2 и 3, учитывая, что на четвертый подняться мы не можем, а на первом сидит только одна барышня, которая мало что решает. Само собой. Кто-то работает над крупной реформой. Может, это Филс? Или как там ее? Фи-фи-фи-фи-фи-фи-фи-фи-фи-фи-фи-фи. Она, наверное, паскудина, та еще бесит меня. Ну, сейчас они будут потихоньку возвращаться, мы с ними пообщаемся. Тут-то на этом этаже только 3 человека. Но дед вряд ли. Я не думаю, что дед что-то может решать. И это детективное расследование придет хрен пойми куда. Я думаю, что это кто-то с третьего, потому что со второго было бы неинтересно. Ну, не так интересно. Господин Вюргер, можно задать вам один вопросик? Опять вы за своими напускным позитивом, Шварц. Как же это утомляет. Давайте только быстро. Я провожу опрос по рабочей нагрузке своих коллег. Могу я задать вам несколько вопросов? Ну, если без этого никак. Я не буду вас долго мучить. Итак. Со сколькими коллегами вам приходится общаться в день? Нет. Я понимаю. Это все? Нет, есть еще одна вещь, которую я хотел бы знать. На сколькими делами вы сейчас работаете? Больше, чем может выдержать любой нормальный человек. Я вижу, это хорошо, я думаю. Вы так думаете? Вы хотите взять несколько дел из моих рук? Нет, спасибо. И это все? Нет, есть еще одна вещь, которую я хотел бы знать. Над какими реформами вы сейчас работаете? Нет. Спасибо. Как вы думаете, кто над какими из них работает? Спросите в отделе 3. И это все? Вы ответили на все вопросы. Большое спасибо за широкое сотрудничество, господин Бюргер. Вы позитивист. Ну да, ну я говорю, типа, второй этаж. Они не такого уровня просто люди. А вот тут что-то может происходить. А что нельзя-то, господи? Вот на первый и второй я не пробивал эту фигню, например. А теперь почему-то надо. А, мы не разговаривали же с ним, действительно. Так, насчет реформ. Господин Рюкерт, я господин Шварц, я его попросил. В чем дело на этот раз? Вы считать умеете? Естественно, умею, господин Рюкерт. Тогда почему вы нарушаете сразу несколько правил посещения кабинета коллеги? Правда? Виноват? И какие же это правила? Параграф 5. Относительно вежливого стукового ожидания у двери приглашения войти. Параграф 7. Оношение надлежащей одежды при посещении места общего пользования в министерстве. Вы же не будете делать вид, что это жилет надлежащей одежды. И, наконец, здесь на столе лежит сверхсекретная папка. Согласно параграфу 2 под параграфу 2 пункта 3, вам запрещено даже находиться в одном помещении с этими документами, поскольку у вас нет соответствующего допуска к секретным материалам. А может, вы просто закройте папку? Не заходите ко мне больше с предложениями обойти действующие правила, иначе я буду вынужден сообщить о вашем поведении. Мы же с вами не дети в песочнице. Вот вам... вот там некоторая степень хаоса допустима. Вы совершенно правы, господин Рюкерт, у меня к вам всего один вопрос. Стивен Хуберс отправил меня собирать информацию по всем отделам. А, этот Хуберс. Недавно я сделал ему выговор за то, что он неправильно рассортировал документы. У него вечно все наперекосяк. Никакого порядка. В общем, мне нужно было узнать у вас, над чем вы работаете. Ну, а вот как? Я перерабатываю реформу. О, и что конкретно вы делаете? В настоящее время я меняю форматированный абзацов. Похоже, что никто, кроме меня, не в состоянии правильно выставлять абзацы на печатной машинке. Мой вопрос относился скорее к содержанию, над какой реформой вы работаете? Для сотрудника с вашим уровнем допуска эти сведения засекречены, господин Шварц. Вот уж ничего не попишешь, правила есть правила. Понимаю, вы не вправе разглашать текст реформы. Но не могли бы вы высказать предположение, как бы ее оценила наша дорогая госпожа Альтман? У меня сложилось впечатление, что вам нужно мнение госпожи Альтман. Или я ошибаюсь? Не ошибаетесь, я очень ценю госпожу Альтман. Если бы у нее была возможность действовать на свое усмотрение, министерство бы сейчас выглядело совершенно иначе. А, очень хорошо. То есть поправьте меня, если я не прав, господин Рюкерт. А если бы вы могли действовать на свое усмотрение, вы бы не занимались этой реформой. Господин Шварц, я служу величайшему союзу великому вождю. Мое личное мнение тут не имеет никакого значения. Я придерживаюсь правилам этого учреждения до последней буквы. Если господин Хуберц говорит, что необходимо провести важную реформу, я реализую ее в меру своих знаний и способностей. Даже в том случае, если буду считать данную реформу опасной и неправильной. Я подготовлю ее так же, как любую другую, потому что это мой долг. Большое спасибо, господин Рюкерт. Думаю, я вас понял. Вряд ли это он. Вот это мадам. Госпожа Зельрус, у вас найдется минутка? Ну, разве что одна, не больше. Могу ли вы поинтересоваться, над чем вы сейчас работаете? Конечно, можете, Шварц. Но, к сожалению, я не имею права вам ответить. Предписание есть предписание. А теперь скажите-ка, зачем вы вообще это знать? Я провожу опрос по рабочей нагрузке своих коллег. А, ясно. Ну, вперед, проводите. Так, со сколькими коллегами вам приходится общаться в день? Обычно около четырех или пяти. Это все? Нет. Над сколькими делами вы работаете? Семь. Это все? Забыл вопрос. Да. Спасибо, но я хотел узнать, над чем конкретно вы работаете. Я разрабатываю новые правила ношения форменной одежды для чиновников и солдат на погранпереходах. Пустая растрата моих талантов. Если бы я решила хотя бы о вооружении и вооружии, то я разбираюсь, но нет. Спасибо за информацию, госпожа Зеллерс, но тут такой момент. Вы правда пытаетесь меня убедить, что форма чиновников и солдат на пограничных переходах единственная ваша задача? Естественно, нет, Шварц. Могу я узнать, кто поручил вам этот опрос? А, Стивен Хубертс. Ну, конечно, это был Стивен Хубертс. А, очередной подхалим Хубертса. Тогда зачем вообще у меня спрашиваешь? Хубертс приказ его отдал. Ему это все и так известно лучше, чем кому-либо. Все, минута прошла. Пшел он. Понял. Понял, 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 понял. Добрый день. Хотел представиться. Так, мы с ним разговаривали уже. Господин Крайнарт, могу я у вас кое-что спросить? Ну, так как, вы уже освоились в министерстве? Разумеется, я ведь уже работал тут только в другом отделе. Но некоторые вещи с тех пор сильно изменились. Например, предписание. Это хорошо, что здесь все меняется. Я рад, что дожил до этого периода. Великолепно, да? И благодаря Стивену Хубертсу все это было санкционировано великим вождем. Если в котле слишком много пара, возникает риск взрыва. Изменения это шаги в верном направлении, позволяющие стравить излишек пара. А сами вы сейчас работаете над реформой для великого вождя? Имею честь, да. А над чем конкретно вы работаете, позволь спросить? Если вас это так интересует, я разрабатываю новый бланк для снятия отпечатков пальцев. И это ядро реформы? Конечно нет, Шварц. Но все остальное засекречено. Проектом руководит Рюкерт. Рюкерт это педант-реакционер? Этот педант-реакционер? Конечно нет. Как вы могли такое подумать? Нет-нет, Рюкерт просто не в состоянии понять важность реформ. Он не видит страданий граждан. И что мы можем удержать текущую ситуацию в обществе под контролем, только если пойдем людям навстречу? Мы выбиваем почву из-под ног мятежников, снижая уровень народного недовольства. С этой большой реформой я у руля. Это большая честь, я сформулировал здесь точные инструкции по проведению реформы. Показать их вам я, естественно, не могу, но как бы мне этого не хотелось. Такая секретная информация предназначена только для сотрудников уровня 3 или выше. А вы пока только на втором. Все равно спасибо, господин Крайнард, успехов вам. Так, еще насчет реформы. Слушай, это вот, короче, к нему надо, да? Получить инструкцию по реформе. Ну, короче, надо будет к нему залезть в офис. Как раз сейчас уже все будут уходить. Могу я задать вам пару вопросов? Конечно, Фрэнк. Могу я звать вас Фрэнк? Ну, если вы настаиваете. Я провожу опрос по рабочей нагрузке своих коллег. Можете ли вы сказать, с каким количеством коллег вы общаетесь в день? Как можно больше я ценю интенсивное взаимодействие со своими коллегами. В среднем, ну, я не люблю резать своих коллег. Но я вижу около 12 коллег в день, некоторые дважды, когда вы встречаетесь у кофейного автомата. И это все? Знакомы ли вы со многими файлами? Сколько именно? 12. Это не очень напряженное время. И это все? Вы много работаете, не так ли? Еще бы, но это не обязательно. И что я могу спросить? Конечно, можете. В настоящее время я работаю над важной реформой. Это великая реформа, которая изменит все. А над чем конкретно вы работаете? В настоящее время я изучаю экспертные заключения по новым глянцевым пленкам для документов, удостоверяющих личность, если вы хотите знать точно. Ответственная задача, не спорю. Вы даже не представляете, насколько ответственно. И это все? Над какой именно реформой вы и ваши коллеги сейчас работаете? Дорогой Фрэнк, для меня это исключительно неприятно. Я хотел бы подробно рассказать вам о реформе, потому что она приведет к глубоким изменениям в нашем обществе. Да, и что он делает? О, Фрэнк, простите, мне нельзя вам ничего говорить. Ничего. Хорошо, очень жаль. Но спасибо тебе, Ноллер. В любое время, Фрэнк. И, пожалуйста, зовите меня Томасом, ладно? Да, я тут, правда, пытался тебя отсюда выпереть, и было бы неплохо, если бы получилось, кстати. Так, ищем, ищем, ищем. Это не то. Джерси. И что, и все, что ли? Камеру, может, ему поставить? О, ему надо сюда запихнуть камеру, чтобы, короче, когда он занимался этой реформой, я мог подсмотреть просто с камерой и все. Мне кажется, так можно сделать. Вот еще можно. Так, пойдем купим камеру. И я сейчас ко всем залезу. Сейчас это получается... Нужно одна камера первого уровня будет достаточно, и... Раз, два, три... Отмычки. Четыре даже отмычки, наверное. Я же не смогу опять открыть дверь ему. Круто, да? Когда вот так резко просто хоп, и закончились деньги все. На шантаж. Так, кто еще подозрительный? Томас подозрительный. Но мы у него... А что, в чем дело? Не понял. Только не говорите, что, типа, их двери нельзя взломать обычной отмычкой. Это было бы так тупо. И более того, мне денег не хватит. И там налог надо оплатить еще. Что за уродство? Так, пиво забирай. Нельзя продать. Да почему? По-че-му. Тараканов хочешь, не хочет купить. Я понял. Это был развод. Это был развод на деньги. Теперь у меня нет денег вообще. Так, 302 же он. Сейчас. Тут нельзя ошибиться просто. Он третий. Нет, он третий. Да, только второй у него можно использовать. Видишь, какое уродство. Соответственно, выше будут еще более крутые. Так, ставим у него камеру. Ну, к этому залезем. Что там обыскивают? Парфюмки для волос. Обыскивают, но только сейчас он на этот этаж пойдет. Ни хрена нет. Ноль. Тупо зеро. Ясно. Тогда ждем, когда он будет работать над этой реформой. Попробуем запалить это дело через камеры. А пока что я банкрот. А еще Юлия Харшбергер. Наверное, это нужны сотрудники со второго отдела. Со второго этажа. Наверное, не уверен. Тут главное, все в порядке. Все живы. В адеквате. Чел, вот тебе же можно продавать штуки всякие. Да почему? Я не понимаю, как это работает. Почему я могу купить, но не могу продать? Сколько там? 640. Можно бабульку сдать. Можно бабульку зашантажировать. Так, она Мари Пинкерт. Есть у нас тут информация на вас. Знает, правда, она только обо мне. Ну что поделать. так, приобретение негосударственных контакты с людьми, живущими за границей, ставят под угрозу нравственности потенциальную национальную безопасность. Одинокая пожилая женщина, которая всегда приветливо встречает на лестничной клетке. Я думаю, я немного одинока. 6-0-0-9. Ну уж извините, такова жизнь. Понесла, понесла, смотри. Так, понесла. С этой мадам мы разбираемся. Сейчас как раз он нам даст мне денег. Ой, это моё. Ну, точнее, это туда он уходит. Хорошо. Ижим обратно. Фигово, конечно, я так делаю. С одной стороны. Потому что если появится какая-то резонная причина её из дома выгонять, то тогда у меня не будет улики, потому что когда я шантажирую, я теряю улику. надо поспрашивать людей. Во. Госпожа Зибальт, я... Сейчас, дайте мне секундочку. Нужно додумать. Чёрт, ну вот, я потерял нить. Мне очень жаль, мне зайти позже. А нет, мне и так придётся начинать всё сначала. Что у вас? А, это касательно. Я провожу опрос по рабочей нагрузке своих коллег. Могу я задать вам несколько вопросов? Да, конечно, но боюсь времени у меня в обрез. Это же надо... Не долго. На все вопросы уже есть ответы. Большое спасибо. Нельзя с ней об этом поговорить. Может быть, опять это работает? Если это опять занимается с врачами, это было бы максимально тупорило. Вряд ли. Могу зайти позже. Как дела? Шанс, вы что, издеваетесь? Я шучу. А вы рисковый парень, как я погляжу. Вы сейчас работаете над пакетом реформ, госпожа Феллс? Вы что, шпионите за мной, Шварц? Не за... Не конкретно за вами, а в целом за сотрудниками, участвующими в разработке реформ. Шварц, я что, похожа на реформатора? Нет. Кажется, у вас в голове осталась хоть капля здравого смысла. Ну, вот вам и ответ на ваш вопрос. Вы спросите лучше, коллега, ну, понятно, да, что из третьего. Но кто поможет мне решить фигню-то с врачом? Кто? Может быть... Что, с первого этажа спрашивают, что ли? Так, ну-ка. Опа. Что он там делает? Да, я подсматриваю за тобой. Я все о тебе узнаю. Можно, конечно, проверить. О! Господин Шварц, эй, господин Шварц. Госпожа Бойнер, что случилось? Хотела поздравить вас с повышением. Спасибо. Правда, теперь некому будет составить мне компанию тут внизу. Мне жаль. А, ну да ничего, я знаю, как это все работает. Но теперь, когда у вас есть доступ к отделу 3, я хотела вас кое о чем попросить. Только о чем конкретно речь? Не переживайте, это случай пустяк. Я еще делал одной своей знакомой. Ее зовут Керстин Х, родилась 13 декабря. Не самые точные данные. Вы можете рассказать, что мне что-нибудь еще? Цвет волос, любимое животное, хоть что-то? Этого достаточно, чтобы найти ее дело в базе. Больше вам знать не нужно, для вашей же безопасности. Моей безопасности? Ну вы же говорили, что дело пустяк. Да, если вы будете осторожны. Наверное, мне следует сказать вам, что Керстин умерла. То есть, с большей вероятностью умерла. Керстин была моей невесткой и вдохновенной певицей. Настолько вдохновенной, что однажды написала чересчур вдохновенную песню и, естественно, угодила из-за нее в тюрьму. Ну вы знаете, как это бывает, но с тех пор прошло уже много лет. Мне очень жаль, госпожа Байнард. О чем вы? Керстин сама напросилась. Ну зачем вам вдруг понадобилось дело Керстин? Хочется определенности. Я ничего о ней не слышала с момента ареста. Ее наверняка казнили из-за ее преступления. Но пока я не могу этого точно знать, я не могу перестать бояться, что действия Керстин рано или поздно аукнутся мне. Скорее всего, ее делом уже давно никто не интересовался, но лучше перестраховаться. За случай превентивного заключения отвечает отдел 3, так что прошу вас сходить туда ради меня и достать это дело. К сожалению, у меня нет нужного уровня допуска в отделе 3. Вы просто поищите, поспрашивайте. Думаю, вы лучше меня знаете, как действовать в таких ситуациях. Ну хорошо, посмотрю, что можно сделать. Но обещать ничего не могу. Спасибо, господин Шварц. И поговорить с тобой касательно дела о беременности я тоже не могу, да? А что, пипец, как решить эту проблему? Я не поебаю. Я могу, кстати, за компом, может быть, тут теперь работать. О! Альбертс без подозрений, Гернсбек без подозрений, Леон Харт без подозрений, Зиферт, нет, тоже не там. Ян Йозеф Вильямс, возможная причастность к абортам, доказательства отсутствуют. Круто. И что? Надо теперь сгонять и рассказать ей об этом имени. Я вопрос насчет искусства. С господин Рукерт, у меня к вам небольшой вопрос. Ранее эффективного распределения моего рабочего времени вынужден сообщить вам, что согласна, бла-бла-бла-бла. Первое. Отвечаете ли вы за контроль соблюдения законов об охране произведений искусства и содержания под арестом подрывных деятелей искусства? Нет. Второе. А кто тогда? Госпожа Зеллерс. Третье. Ну вот, достаточно. Спасибо, вы мне очень помогли. Четвертое. Дайте мне, наконец, вернуться к работе. Зеллерс ушла на обед. Да, вон она. Тогда, надеюсь, мы успеем сбегать и сказать про врача. А может, не успеем. Она дома? Она... Охрен пойми. Нет там камеры. Она не дома. Что ж поделать? Ну то есть мы нашли имя? Телефоны. Ну у нее есть телефоны там. Вот эти занимаются хрен пойми чем. Вот эти двое просто продолжают жить несмотря ни на что. То есть, понимаешь, этот не выходит из дома никогда. Этот просто бесполезный. Улья. Насчет вашей просьбы. Вам удалось найти адреса подходящих врачей? Я нашел врача. В базе данных министерства есть врач, который отмечен как подозреваемый в проведении абортов. Его зовут Ян Йозеф Вильямс. Но будьте осторожны, он может быть под наблюдением. О, это большое вам спасибо. Вы были в таком отчаянии. Надеюсь, вы действительно хорошо все обдумали. Да, я уверена. Спасибо, господин Шварц. Ну окей. 160 целых. А, они уже ушли все. Ну, уходят. Может, не все? Ааа, подожди. Вообще, все свалили. Что же за дело такое? О. А как это так просвечивается на два? На два этажа? Или я там когда-то поставил камеру и теперь можно ее... Кстати, наверное, камеру туда поставил и можно снять. Да-да-да-да-да-да-да. Мы же ставили камеру на эту идиотку. Потом выяснили, что она шантажирует Томаса. Зачем ей камера здесь? Письмо отдать. Так, письмо забираю, лучик надежды. Я ничего не получаю за это. Это грустно. В моей еще... Там, в моем коридоре тоже камера стоит. Зачем-то. Это что такое? Сюда можно плакат повесить. Ого. Так, с беременностью мы разобрались. А реформа какая-то странная. Может, позвонить... Это им. Которая дала мне задание. Так. А-а-а, я же сюда пройти не могу теперь просто так. Это не мой кабинет. А чей? Я все еще могу им пользоваться. Че он закрыт? Здрасте. Здравствуйте. Дай попробуем позвонить. Если не получится, то тогда... Не знаю, будем думать. Надо дальше общаться. Миссельт, мы считаем, что это важное. Ну, да. Получается, что так. Ну, непонятно. Непонятно, но какие можно сделать выводы? Смотрим. У нас нет никаких щитов. Есть несколько камер. С директивами ОСС. Нам нужно решить оба ребенка Гюнцеля. Похоже, боятся своего отца. Строго говоря, это не мое дело, но, возможно, стоит разобраться. Понимал бы я, как это еще сделать. Реформа. Получить инструкцию. Ну, понятно, что Армен Крайнард. Я поставил ему туда камеру. Пока что непонятно. Возможно, надо просто за ним следить. Все остальное. Очень грустно, что, получается, смотри, Сабина... Ну, это задание, которое нельзя было пройти, как мне кажется. Либо не можно было стотку получить. Как-то можно было с Ким договориться, видимо. И не было бы этой проблемы. Ну, юношеский максимализм и забытый преступник дропнулся, потому что мы был хаос раз слишком рано, да, высадили. Ну, что ж поделать. Ладно, на этом пока что будем заканчивать. Тогда не знаю, куда все это идет. Непонятная какая-то ситуация. Э, звук. Нет, вернись, стой. Остановить. Во. Вот, на этом пока что все. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк, прокомментируйте, подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Мы с вами увидимся в следующей серии. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok